Субтитры делал DimaTorzok И как здесь надо проходить теперь? Вот уже машины все проваливались, все вытаскивали Удивительно, но в Ташкенте и по сей день есть дома без канализации и нормальной дороги И это в то время, как по соседству с ними строятся бизнес-центры и апартаменты премиум-класса Наша улица существует с 40-х годов прошлого века За все это время на наши улицы никогда не было уложено за счет государства ни асфальта, ни канализации Дважды за свой счет мы прокладывали асфальт, то есть за счет жителей укладывали асфальт Десять лет назад мы начали писать письма, просить, чтобы нам здесь провели канализацию То есть обращались и в Махалинский комитет, и в Хакимят, писали письма Нам каждый год обещают, обещают, обещают И вот в прошлом году, наконец-то, приехал грейдер большой Снес наш асфальт существовавший, который мы укладывали за свой счет После этого приехала бригада, которая начала копать канализацию Они раскопали на улице все, уложили трубы Правда, это продолжалось в течение полугода Все это продолжалось Диаметр трубы, мы, правда, посчитали, что это не соответствует 150 диаметр для такого количества жителей Но они сказали, что так по проекту Конечно, мы ничего тут возражать не можем Но факт в том, что они закопали, оставили кучи грязи И вот эта щебенка, которая в данном случае находится на дороге Была уложена, опять же, за наш счет Что сподвигнуло именно 10 лет тому назад написать о канализации? Ну, потому что потребности людей возрастают То есть люди хотят жить более благоустроенно Ну, у каждого ванны, там все появилось такое И потребность канализации уже жестко встала Жестко, потому что у нас у каждого во дворе были свои сливные ямы Но они и сейчас пока существуют, сливные ямы Вот, поэтому стали добиваться канализации Мы же не хуже других хотим жить Мы в центре города живем, в столице, в большом государстве Богатом государстве Поэтому стали добиваться, чтобы нам сделали канализацию С асфальтом уже теперь вопрос не решается Канализация тоже практически мертвая Она мертворожденная у нас, канализация Мы боролись за более нормальные цивильные условия Хотели их получить и делали определенные вложения для этого Чтобы как-то оккультурить свою жизнь Но получилось так, что израсходованы и наши средства И государственные средства Все это сейчас закопали просто-напросто намертво в землю Никуда нас не выводят, не подсоединяют И еще плюс ко всему, теперь еще отказывают в проложении асфальта Как видите, условия здесь совершенно нечеловеческие Не пройти, дышать нечем В жару поднимается пыль Мы остались при тех же условиях И обращений было очень много Во все инстанции Обращались и в портал, обращались и в прокуратуру Писали коллективные заявления Отовсюду нас футболили назад в Хакемиат Хакемиат опять либо посылами каким-нибудь отделается Либо направляет к председателю Махали И мы сейчас как изгои У нас уже не берут наши трубки Не хотят с нами разговаривать Как нам решить этот вопрос Чтобы мы могли жить в человеческих условиях Давайте начнем вот с первой инстанции В принципе, которая ближе всего Как говорится, рубашка к телу С Махали Что говорит Махалинский комитет? Ну Махалинский комитет Вот как поначалу было Это значит, это надо проложить канализацию Потом нам объясняли, что сейчас нет средств на материал Мы ждали очень долго привозки этого материала Вот этих труб Опять же, не того стандарта труб Все это тянулось месяцами, полугодиями То-то отмазка, то и эта отмазка И чаще всего вот через пару дней к вам придут Вот через пару дней к вам приедут И на этом заканчивается Было еще обращение в государственную телерадиокомпанию На передачу Махаляни Магаб Составили туда коллективное письмо Где изложили все свои проблемы Предоставили видеокорреспонденцию Где были отсняты наши улицы Как раз весной В этот потоп Когда были провалены эти траншеи У нас проваливались машины У нас дети падали в люки Все это отслежено, отфоткано Было отправлено на телевизион И когда была подготовлена эта передача Вот Махаля не могля Там же селекторное совещание со всеми хакимами Кашнабадский район Махаля Байкоргон Улица 4 переулок Боткино Дом 6 Обращались хакимяты в Махалю Сроки обозначались Как приедут Что-нибудь сломают за пару дней И пропадает Мы начинаем звонить Нам говорят До 5 После 5 Звоним 20 И вот так весь год Обращались в прокуратуру С коллективным заявлением Началось это все в феврале месяце А мне Борис киноза Борис киноза Азам не могу В феврале месяце В феврале месяце Наглядный этап все Агар видео суратленно Юбарселе Эльбатт кубинен Курсатва Музы Анны коронады Азам не ма Масаля Бо Чумадым В феврале месяце В фов 잘 Я смотрела сама эту передачу, меня шок взял. Потому что когда ему было изложено наше заявление, на что он просто спокойно ответил, тут что-то не так, там все сделано. Все, что от меня требовалось, все, что положено, я там сделал. Единственное, что ему сказал ведущий передачи, хорошо, мы этот факт проверим и будем тогда действовать дальше. На второй день к нам приехала эта вот бригада канализационщиков вот этих. Они здесь дружненько все закопали, спрятали под люки. У нас тогда и люков не было. Люки установили, траншеи закопали и на этом наша эпопея закончилась. Вы знаете, сколько наших денег во все это вложено? Та же вот щебенка, те же трубы, которые мы покупали сами. Потому что опять нам ставилось условие, что асфальт вам не положат до тех пор, пока вы подводку к своему дому не сделаете. Трубы никак не закрывались, не изолировались. Все это укладывалось потом на месяца, забывалось, забрасывалось. Это все глиной зарастало. Поэтому мы на внутренней подводке, мы не хотели тратить средств. Но нам опять же ставилось условие. Если вы не сделаете внутреннюю подводку, мы не будем вам ложить асфальт. Потому что вы потом будете повреждать этот асфальт. Мы проживаем во второй зоне кадастровой. То есть мы платим, это максимально приближенная к центру зона. Мы платим очень дорогие земельные налоги. А прав никаких не имеем. Вот это кто-то... И каждый раз, когда об этом говоришь, однажды у нас была встреча, были выборы депутатов, у нас была встреча, значит, с вновь избираемым депутатом. Пришли мы на это собрание, привезли его сюда. Акцент я делала как раз-таки на то, как можно во второй зоне, максимально приближенной к центру, вот так вот проживать. Но это же гетто, согласитесь? Тут и детям тяжело. И неудобно кого-то к себе в гости пригласить, ну потому что, ну, стыдно. Он приехал тоже сюда со своей командой, все это снял, клятвенно нас заверял, что он этот вопрос решит. А потом его избрали, и он просто не брал трубку. Мы, конечно, понимаем, что в государстве очень много проблем, и что очень много сделано государством. там решаются вопросы городских, там, улиц, тротуаров и все прочее. Ну, пожалуйста, в конце концов, обратите на нас внимание, на наши просьбы, на наши чаяния, чтобы наши дети хоть немножечко могли на велосипеде прокатиться по нашей улице, хоть какое-то время, и чтобы мы с удовольствием пошли на выборы президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова